Добро пожаловать в Summer Funland, летнюю страну веселья, развлечения, здесь очень крутая атмосфера, вообще я обожаю как сделано главное меню во многих VR играх, сразу полное погружение в игру, ну что, начинаем? У нас есть русский язык, это очень круто, если вы всегда мечтали посетить парк аттракционов, но по каким-то причинам у вас не было возможности или вы просто боялись, то мы можем это сделать в виртуальной реальности, что дико круто, обязательно полетаем на воздушном шаре, поплаваем на гондолах, еду ходить рано, как же я только что пришла, кстати по всему парку спрятаны вот такие милые мордашки, Если вы соберете полную коллекцию, то получите доступ к уникальному аттракциону, я конечно же постараюсь сделать это ради вас, и здесь вообще много всяких таких прикольных мелочей, которые можно понажимать, потыкать Welcome to Summer Funland, добро пожаловать, здесь летняя атмосфера, наверное очень круто играть в нее зимой, когда хочется лета, ну а сейчас у меня на дворе тоже лето Очень жарко, и я предлагаю выбрать куда же мы пойдем, с чего начнем, воздушный шарик, прям по центру парка у нас тут карта, можно телепортироваться от аттракционов к аттракционам, можно перемещаться ножками, конечно же я буду перемещаться по-человечески Ух ты, у нас тут свидание, привет, как видите мы не одни в этом парке аттракционов, с нами очень классные ребята, я их помню, я уже играла в эту игру, это не то чтобы игра, это даже больше развлекательный интерактивчик, а вот и еще один инопланетянин, у каждого из них свой уникальный характер и голос, очень классно придумано Мне нужно еще шесть, давайте начнем с красных палаток, они тут самые маленькие, самые милые, а у нас есть автомат с настоящей жвачкой, он работает, еще и бесплатно Так, до меня телепортнуло, какая огромная хуба-буба, так, почему я выросла? Метра на два точно выросла Так, а как вернуться? Все, вернулась, спасибо Ты все еще тут стоишь Ну ладно, здесь есть дети, но дети почему-то тупо разрисовывают землю, и это все, что они делают, хотя казалось бы, такой парк явно создан для них Фонтанчик, можно освежиться, ну что, первый аттракцион, который называется Web of Penguin Ударь пингвина, или я не знаю, как это переводится, нужно собрать 90 баллов для того, чтобы получить золотую звезду А золотая звезда нам нужна для того, чтобы открыть тот самый аттракцион, о котором я говорила Золотую звезду можно получить, если вы соберете, побьете рекорд, либо если вы посетите, то есть некоторые аттракционы просто дают вам золотую звезду за то, что вы их посетили У меня есть три права на ошибку Нельзя попадать по бомбам, блин, да Два права на ошибку осталось Попадать можно только по пингвинам, но нельзя пропускать пингвина Ай-яй-яй, осталось, осталось водоведить их 47, господи, мне кажется, лик становится больше и они быстрее, ну да Так, у меня две ошибки, главное не попасть Еще и не пропустить, боже мой, да вы издеваетесь Как жарко здесь становится, мне хочется окунуться в ледяной прорыв Отлично, это очень классно, но очень странно Я имею ввиду, что вроде прикольно, а вроде будет жалко бить их Дубасить их по голове этими пухами Ой, нет, это люди Я не хотела заново начинать Я золотую звезду получила Первая золотая звезда, смотрите, часики Прям all inclusive Часики, по которым можно видеть, сколько звезд из скольки мы получили Пацаны, рассказывайте, где вы были, какие аттракционы вам понравились больше всего Ладно, не буду, не буду вам мешать Подождите-ка Я помню этот прикол, я, короче, не знаю, это баг или что Ну, в общем, эти штуки делают так Я, правда, не знаю, это специальные разработчики придумали Или это какой-то баг Следующая палатка называется Поймай белку Мне нужно 60 очков набрать для того, чтобы получить золотую звезду Так, сейчас я стану так, чтобы не разбить шкаф Ну все, я готова 60 минут, в смысле 60 секунд Это значит 60 очков То есть, одна белка в секунду Блин, это вроде бы Пацанет, я думаю, что это реально Я думаю, реально две белки в секунду Главное, чтобы рядом не было стула Компьютера О, я могу двигаться с помощью контроллера Они вылезают из дерева Что там за огромные трубы позади, вы видите? Так прикольно здесь все это сделано Я имею в виду все эти аттракционы Они выглядят очень правдоподобно Пишите в комментариях, если вы знаете еще какие-нибудь игры с VR-аттракционами Мне будет интересно посмотреть Пока это моя первая игра такого плана И меня она очень сильно впечатлила Здесь прям очень классно, весело Я думаю, она подойдет для всех И для детей, и для взрослых Просто супер отличное настроение Позитив, креатив Такая классная идея с этими палатками Да, вроде мелочь Ух Ух Украина, золотая звездочка Я очень рада Класс Мне очень-очень нравится Вы только обратите внимание Сколько здесь всего Театр Бэтмен Стрельбище Так я не испугалась А следующая палатка Называется Маньяк какой-то Следующая палатка называется Jungle Ball Lava Вау Классная музыка Что это? Скримеры? Как запустить? Идея рекорд 175 Вы прикалываетесь? Так, старт Или на русском Я же вроде бы Выбрала русский язык Не до конца перевели Ну да ладно Слово старт Все знают Ух ты Правда что ли? Можно мне еще раз? Можно еще раз так? Можно еще раз? Мне надо 100 Блин, ладно Я попробую попасть 50 Так Было бы неплохо попасть 50 Кстати он мне здесь внизу Пишет 120 Да, он пишет Сколько очков Последний шарик Ну в общем Либо 100 Ура! Получилось Это непросто Я помню этот аттракцион И когда я играл в эту игру Первый раз Мне не удавалось Прямо так с первого раза Попасть в сотню Еще и два раза Привет Гигантская белка А это маньяк Вот Вот эти ворота Нужно собрать Ради них 12 звезд И Открыть доступ К аттракциону Который называется Врата времени Так что Если мне не получится Собрать Какую-то золотую звездочку Я обязательно вернусь Без вас Добью ее И мы конечно же Посмотрим этот аттракцион Следующая палатка Candy for you Конфеты для тебя И это непросто Будтофория Это настоящие Сладости Так нет Я хочу тортик Ух ты Там еще и пончик Иди сюда Ладно На Бежи Угощайся Мужчина Бесплатные конфеты Вы уже были В том аттракционе Что-то такое Ладно Не хочешь Я сама съебала Опасно Выглядят Все эти сладости На самом-то деле Потому что Они у меня Ассоциируются С сказками Знаете Где какая-нибудь Ведьма Заманивает Исланностями Несчастных Наивных Деток Для того Чтобы Для того Чтобы потом Их поймать В свои руки И что-нибудь Плохое С ними Сделать Это Очень Интересная Идея Что-то Вроде Не знаю Лисы Стране Чудес Которые Уменьшайтесь В размерах И Это не просто Какие-то Текстурки А здесь Прямо Все конфеты Настоящие Их Можно Потрогать Летающие Леденцы И Теннисная Ракетка Мне нужно Попасть По мишеням Один из Семи Желе Оно Настоящее Смотрите Оно Шевелится Было бы Круто Если На нем Можно было Бы попрыгать Я еще Кстати Не прыгала В VR Играх Я думаю Это было бы Очень Необычное Чувство На чем-нибудь Попрыгать Как на батуте Пишите В комментариях Если вы знаете Игры Где можно Попрыгать Ну или Вообще Потусить Что-то Вроде Этих Так Сюда Уже Сложнее Попасть Мешает Мешает Вертушка Блин Вы Прикалываетесь Теперь Мне мешают Конфеты Ага Так Так Попасть Чтобы По центру Отлично А я могу Разбить Конфету Если Я посильнее Ударю Ладно Это Не важно Не будем Тратить Время Зря Потому что У нас Есть Что-то Поинтереснее Мишени В которые Я должна Попасть Блин Мне реально Мешают Эти конфеты Осталась Последняя Где же Где же Она Ну Как-то Для Последней Мишени Это Слишком Подозрительно Легко В Яблочко Пексики Печенье Все Меня Отпустили Что Что это Типа Типа Мн Дэмс О чем Я говорила Я говорила О том Что Это Не Просто Текстуры А Это Прям Настоящие Конфеты Они Шевелятся Разбиваются Крубочка Видите Стой Может быть Я могу Попить Лимонад Нет Следующий Уровень Где Вижу Отскочила Так Смешно В чем Сложность Этого Уровня В том Что Ну Это Типа Второй Уровень Значит Он Должен Быть Сложнее Чем Первый И В принципе Да По ощущениям Слабовато Ударила По ощущениям Он Сложнее Сложнее Тем Что Они Находятся Дальше И Выше Как-то Надо бы Чтобы Оно Отрикошетило Было бы Неплохо Так Есть Игры В которых Я имею Ввиду VR Игры В которых Сила Удара Прям Влияет На Механику Удара Ну В том Плане Что Бьешь Сильнее И Он Реально Летит Сильнее Это Очень Интересная Задумка Потому Что Прям Добавляет Реализма Будь Че Шути Что Лег Как Я Попаду Так Высоко Так А если Я Ой Она Приклеена К моей Руке Это Удобно А я На Кнопку Жму Повезло Просто Она Дурочка Она Отскочила От Железяки Ой Это Ж Огромный Автомат С Жвачками Только Что Я Им Пользовалась На Улице Так Ну Ка Может Быть Мне И В Этот Раз Повезет Было Бы Круто Почти Попала Попала Последняя О Майн Гад Это Очень Неудобно Она Прям Над Головой Ладно Я Попробую Присесть Может Быть Или Прилечь Что За Белые Звездочки Летают Вокруг Этой Мишени Это Типа Намек Мол Куда Мне Смотреть Ура И Что Я Получу Подарок За Я Просто Просто Золотую Жвачку Я Тут Старалась Понимаете Ли Ну Ладно Зато Я Получила Золотую Звездочку 4 из 12 По-моему Ни Одну Из Золотых Звезд Я Пока Что Не Пропустила У Нас Есть Второй Этаж Ну В смысле Терраса Или Как Это Назвать Мадам Вы Не Против Если Я Поставляю Сколько 2200 Класс Настоящее Стрельбище Где Оружие Революеры И Красивые А это значит Что у меня 6 патронов А это значит Что мне Придется Делать Перезарядку Но я Не знаю Как Ладно Сейчас Разберемся Уровень Первый Бутылки Перекати Поля Виски 344 Балла Кактусы Тоже Разбиваются Нет Кактусы Неубиваемые Так Перезарядка Перезарядка Автоматическая Это Нет Это неудобно Потому что Иногда Хочется Воспользоваться Ситуацией Перезарядить Патроны Когда Никого Нет Подожди Может быть Ооо Бандитас Нет Мои первые Бандитасы Я промазала Как можно было Пропустить Бандитас Пока Нет Можно Сами Делать Перезарядку Нажимаешь На боковую Кнопку Контроллера А шляпа Шляпу Можно сбить Нет Шляпа Приклеенную Ты мой Плохо слышу Что они Give me your heart Дай мне Своё сердце Плохо слышу Что они там Говорят Классные ребята Так Уровень Третий Сколько Там нужно Было 1200 1300 Подожди 2200 Ооо Птички Это же Кондоры Или Стервятники Какое-то Так А почему Почему мы убиваем Птиц В смысле Ладно Я понимаю Там бутылки Я понимаю Бандитас Но Я понимаю Велики Почему Потому что Они Стервятники Блин У меня Револьвер Завис У меня Контроллер Завис В воздухе Пожалуйста Верните Контроллер Неужели Батарейка Села Правда Что Похоже У меня Контроллер Разрядился Ну Вы Сами Видите Результат 2171 По-моему Этого Мало Да Чтобы получить Золотую Звездочку Ну Ладно Раз уж Так Получилось Что Контроллер Завис Я думаю На этом Будем Завершать Серию Я пойду На подзарядку Пока Что Что У меня И второй Контроллер У меня И второй Контроллер Разрядился Ну И ладно Ну И хорошо Мы Много Успели За эту Серию Надеюсь Вам Оставайтесь Со мной Подписывайтесь Пишите Комментарии А я Желаю Вам Отличного Настроения Крутых Игр И до Встречи В следующих Сериях Всем Удачи И пока